Привет, YouTube! С вами Кристина и Роман. И сегодня у нас выпуск с побережья Атлантического океана. Это наш 50-й выпуск... На Кубе! На Кубе мы отмечаем количество подписчиков в 500+. Да, мы достигли отметку в 500. У нас 50-е видео. Хотел бы я сказать, что 50 дней канал... Но... Тема сегодняшнего выпуска... Мы расскажем о себе, о том, кто мы, как мы пришли в настольные игры, чем мы занимаемся помимо настольных игр. На это был большой запрос в ваших комментариях. Мы его услышали и решили сделать об этом отдельный выпуск. И ответим на некоторые вопросы, которые за весь этот период накопились. В комментариях. Но прежде чем мы начнем, сделаем подарки тем, кто максимально близко ответит на вопрос, где будет выпуск и на какую тему. И у нас есть победители. Победителей вы можете увидеть в всплывающих подсказках. Или, точнее, всплывашках. На экране прямо сейчас примерно. В ближайшее время мы с вами свяжемся. Напишем комментарии под вашими комментариями. Пожалуйста, отзовитесь на них. Пришлете информацию о вас на нашу электронную почту. Мы хотим сделать вам подарки, в том числе и кубинские. Большое спасибо, что вы писали ваши комментарии. Интересно было считать и наблюдать ваши предположения. Мне особенно понравилось про новую студию. Мы тоже этого очень хотим, но пока, к сожалению, не можем себе этого позволить. Давай все-таки приступим к выпуску, наверное. Да. Первая часть нашего видео – это мы расскажем немного о себе. Итак, Кристина, приступай. Ну, что я хочу сказать, друзья. Как вы все знаете, меня зовут Крис. Если говорить о себе, то большую часть всего моего времени занимает моя работа. Более пяти лет я работаю менеджером по лизингу. Я помогаю юридическим лицам приобретать транспортные средства на максимально выгодных условиях. Работаю я в ведущей лизинговой компании. И помимо работы, естественно, у меня есть увлечение. Не буду сейчас говорить про настольные игры. Вы это знаете и так. Я люблю рисовать. Я люблю заниматься рукоделием. Я вышиваю, я вяжу, я шью. Ну и, естественно, я обожаю путешествовать. Ну да, присоединяюсь тут. Одна из наших любимых совместных времяпровождений – это все-таки путешествия. И настольные игры, конечно же. И иногда мы совмещаем это дело. Меня зовут Роман. Я являюсь айтишником. Работаю, собственно, в банке. И из хобби у меня, ну, помимо путешествий и настолок, есть как раз-таки видеомонтаж, видеосъемка. Этим я уже, в принципе, давно занимался. До этого еще была фотография. Ну, в целом, я про свои увлечения сказал, про свою работу сказал. Человек скромный, не особо любящий о себе рассказывать, поэтому я, скорее всего, был краток. Наблюдаю сейчас краба, который спускается к себе в норку. Еще один важный момент – о путешествиях. Несмотря на пандемию, мы смогли себе позволить посмотреть огромное количество городов, в том числе российских, и если есть на это запрос, то пишите. Если вам интересно наше мнение по путешествиям, у нас давно зарождается мысль о том, чтобы сделать дополнительный канал про путешествия, но мы к этому подходим пока с осторожностью. И внесем туда настолки. Так, друзья, давайте перейдем, собственно, к второй части видео, и мы расскажем, как мы пришли к настолкам. Наверное, начнем мы с первой настольной игры, в которую мы сыграли. Давай, начнешь ты. Ранее в настольные игры я играла, играла много. У меня была, до знакомства с Романом, у меня была компания друзей, где мы часто достаточно играли в настольные игры, но какой-то особой любви и интереса у меня это не вызывало. То есть я не была, если так можно сказать, заводилой в этой компании. Друзья, ребята приносили настольные игры, я просто поддерживала инициативу. А уже вот когда мы с Романом стали встречаться, уже тогда я поняла, что это суперинтересно, и мы как-то вместе стали проявлять интерес к этому вопросу. Я скажу про игру, которая зародила у меня в принципе любовь к настольным играм, и я не совру, если скажу, что это был Каркасон. Ну, в детстве, наверное, все мальчики играли, у нас были еще маленькие наборчики под Вархаммер когда-то давно. Ну, ничего серьезного, это прям в настолку или варгейм не было. В более сознательном возрасте уже настолки я не очень любил. Это было не самое интересное для нас времяпровождение. И в какой-то момент мы, да, начали играть в пати-геймы простые, потом появились первые игры, в которые, ну, прям погружался, ну, и я начал чаще хостить, точнее, рассказывать правила, вот эту всю организационную штуку брать на себя. Первая игра, в которую осознанно мы поиграли, это был «Битвы боевых магов». Это была самая неудачная покупка, я до сих пор это так считаю. К сожалению, юмор не наш. И как мы после этого не отказались вообще, в принципе, от настольных игр, тоже остается загадкой. Да. Мы решили попробовать еще, уже погрузившую систему чуть больше, и, да, был взят «Каркасон», и вот в «Каркасон» мы начали прям отлично играться. Был у меня еще период, я очень долго играл в «Мафию». Вот, точно, с чего мы начались. Мы собирались там большой компанией, это было интересно и весело. Итак, друзья, давайте перейдем к вопросам. Да. И первый вопрос, мы на самом деле на него уже ответили. Это был вопрос рассказать вам немного о себе, это и есть тема нашего выпуска. И следующий вопрос про нашу коллекцию, насколько она большая. Можно сказать, что все в мире относительно, и у нас небольшая коллекция. Но активно мы собирать коллекцию начали как раз-таки с открытием канала, когда мы «Каркасон» только сняли. Что-то еще про нашу коллекцию можно сказать? Да, действительно, понятие большой коллекции достаточно относительное, потому что мы не знаем, с чем сравнивать. Мы, скажем так, в среднем мы покупаем в месяц 3-4 игры. Бывают месяцы, когда мы покупаем недорогие игры, и мы покупаем их там, ну, штук по 8-10 в месяц. Не знаем, насколько это большая коллекция, можно ли ее считать большой. Я думаю, что правильнее будет о играх, которые у нас есть, записать отдельное видео. Мы это планируем сделать. Да, это как раз-таки ко второму вопросу, что покажите свою коллекцию игр. Да, мы это планируем сделать осенью, то есть такое видео точно будет. Естественно, сейчас мы это показать не можем. Все настолки покажем обязательно. Ну, мы, естественно, покажем актуальную коллекцию, которая у нас будет. Все-таки мы частично избавляемся от игр, которые не играются. Ну, там остаются какие-то исторические только. Израза, это самая плохая игра, которую мы купили первой. Ну что ж, наверное, по коллекции это все. Более подробно, как уже сказала, расскажем позже. И следующий вопрос. Где нас можно почитать, посмотреть, помимо YouTube? Был вопрос про Инстаграм и ВКонтакте. У нас, к сожалению, и еще пока нет Инстаграма и ВКонтакта именно игрового. Есть только наши личные страницы. Но у нас есть Телеграм-канал, посвященный именно настольным играм. Да, немного. Вот это сейчас будет. Ребята, как вам? Я надеюсь, это видно. Немного о Телеграм-канале. В нем мы стараемся развивать тему и больше делаем акцент на общение с аудиторией. Помимо того, что мы презентации, видео проводим, мы еще стараемся описать самые удивительные и интересные партии, которые у нас, собственно, происходят. Делимся впечатлениями, особенно от первых партий, когда мы еще не наиграли, чтобы выпустить видео-выпуск с обзором. Задаем вопросы вам. Собственно, если появится желание, то можем открыть чат с общением, где мы сможем все обмениваться мыслями, идеями и так далее. Обязательно напишите об этом в комментарии, интересен ли вам такой формат общения через Телеграм. Обязательно заходите в описание под этим видео, там есть ссылка, собственно, на этот канал. Ну и еще много всего интересного. Мы часто оставляем всякие крутые штучки под описанием. Ну и если возвращаться к вопросу чата для общения, здесь я предлагаю ответить еще на один вопрос. Где можно с нами поиграть? Как раз-таки в Телеграме мы анонсируем, если мы идем на какую-то игротеку, если мы планируем куда-то пойти, где будем играть настольные игры, мы стараемся это анонсировать. И не расстраивайтесь, если вы не из Москвы. Мы ранее не упоминали, мы живем в Москве, но достаточно часто мы путешествуем по городам Российской Федерации. И, естественно, стараемся там найти какие-то игровые клубы, игротеки, где мы также можем поиграть. Поэтому, если вы из каких-то других российских городов, также подписывайтесь на наш Телеграм-канал и ждите информации, мы постараемся это осветить. По российским городам мы ездим достаточно часто. За июнь и июль мы успели дважды слетать в Калининград. Один раз съездить в Тулу. Да, и также Нижний Новгород. Итак, да, друзья, обязательно пишите, хотите ли вы встретиться с нами в других городах. Пишите обязательно, из какого вы города. Посмотрим, если есть какие-то игровые клубы либо какие-то антикафе. Обязательно там встретимся и поиграем. Мы всегда открыты к новому общению, к новым знакомствам. И помимо всего прочего, наверное, стоит отметить, что мы бываем помимо игротек еще и на кемпах. Да, да. Мы бываем еще и на кемпах, точно. Это отдельная история. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это вопрос. Какие игры мы играем чаще всего? Наверное, мы разделим этот вопрос на две части. Да? Ну да. Первая часть будет, какие игры мы играем чаще всего. А второй, в второй части мы расскажем про открытие этого лета. И если говорить про игры, которые мы играем чаще всего, по моему мнению, это Ticket to Ride. Причем это не только Европа, это Азия, это дополнение 1912. Как по мне, так это максимально комфортная игра для тихого, спокойного домашнего вечера после насыщенного рабочего дня. Ну да, еще у нас затесалась такая игра, как картографы. Тоже частенько раскладываем. Ну, наверное, стоит сказать про большие игры, потому что мы их не так часто играем. Они занимают много времени, много подготовки. Требуется собрать компанию определенную, чтобы поиграть в это интересно и классно. Поэтому большие игры играются чуть реже. Расскажем таким бонусом как раз-таки то, какие игры стали для нас открытием этого лета. И начнем с Крис. Ну, для меня самым большим, самым впечатляющим открытием этого лета, как ни странно, стала игра Inish. Ребята, это просто one love, просто игра топчик, игра бомба. Мне очень нравится, что в этой игре есть такая некая многозадачность, если вы позволите ее так назвать, когда тебе необходимо контролировать одномоментно сразу несколько аспектов. Ну, а для меня открытием лета стала Дюна, которая империя Дюна. Вот, да, мы наиграли много партий, и у меня есть постоянное желание поиграть еще и еще. Самое лучшее в этой игре для меня стало, это как раз-таки вот эта синергия механик. Вот, она очень классная. Все это вместе работает очень классно, очень складно. Давайте заканчивать это видео. Если мы не ответили на какие-то вопросы, мы обязательно это сделаем в следующих выпусках. Спасибо, что вы досмотрели это видео. На этом суперкрутом океане до конца. Ставьте лайк, если вам нравится океан, если вам нравится мы и то, что мы делаем. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых наших видео. Обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам формат ответов на вопросов и какой-то внеигровой контент. Ну и, собственно, вы помните, что в конце каждого видео мы вас просим нас поддержать и кинуть денег в монитор. Вот вы и накидали, и мы на кубе. И если вы хотите нас и дальше поддерживать, кидайте еще больше денег в монитор.